Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Светлана и здесь мы обсуждаем парфюмерию. Большое спасибо, что зашли! Очень вам рада! Большое спасибо, что смотрите мои видео! Все комментарии читаю, стараюсь отвечать по мере возможности. Пожалуйста, присоединяйтесь к телеграм-каналу и мы с вами всегда там будем на связи. Сегодня будет интересная тема, какие ароматы я купила по рекомендациям блогеров. И здесь я вам раскрою все карты, от каких блогеров я услышала рекомендации и сразу поняла, что мне нужны эти ароматы. Давайте начинать! Давайте начинать, наверное, с самого первого парфюмерного блогера, с которого я начала. Это Ольга Грасс. Я думаю, ни для кого не секрет. И я купила два аромата по ее рекомендациям. Она, конечно, была всегда в курсе новейших трендов. И сразу видно знающего человека, так сказать. Вот. И по ее рекомендации я купила два аромата. И первый... Даже не знаю, какой первый. Давайте начнем с Доминика Ропил. Это Portrait of a Lady. И да, это безумно красивый шипр с красивейшей, благороднейшей розой. С почули здесь есть малина, смородина, дающие вот этой розе такую сочность. И как будто вы находитесь ночью в саду. Это безумно красивый аромат, благородный. У меня горячая кожа, поэтому он на мне раскрывается хорошо, мягко. Он не звучит на мне тяжело. И это безумно красивый аромат. Когда я вдохнула его, я просто... Я просто была в шоке, насколько это красиво. Это правда. Доминик Ропион, Portrait of a Lady. Благодаря Ольге Грасс. Я сделала такое открытие. Второе открытие благодаря Ольге Грасс. Опять же, я сделала... Открытие этого аромата, да. Это Хили от Видиан. Хотела показать в коробке, потому что коробка очень достойная, красивая. И это безумно сексуальный аромат. Я сначала взяла пробник. Если Portrait of a Lady я... А, я купила от Левант. Ну, большой от Левант. То Хили я купила маленький пробник. И как только я нанесла на свою кожу, я подумала, боже мой. Неужели так можно? Это очень сексуальный аромат. Он кремовый, телесный, чувственный. Здесь есть и ланг, да, тубероза. И это вот кремовое наслаждение просто. Это наваждение. Это настолько женственно и чувственно, что если вы почувствуете этот аромат на женщине, вы захотите кинуть весь мир к ее ногам. Вот этот вот такой аромат. И он чувственный. То есть вся сила женщины в ее... Вот эти вот чувственности. Это безумно красивый аромат. Это безумно чувственный, сексуальный, женственнейший аромат. Хили. Я уж не буду сейчас по пирамидам проходиться, но вы поняли. Такие кремовые бело-желтые цветы. Это все очень красиво. Наверняка здесь есть сандал. Вот все так чувственно. Кокос, да. Ну, это такой тропические цветы. Но в то же время это настолько телесно, кремово. Очень чувственно. Красиво, сексуальнейшее. Очень красивый аромат. Вот. Благодаря Ольге Грасс я сделаю два таких величайших открытий для себя. Продолжая тему. Дальше я начала смотреть Лейлу Нассерову. К сожалению, она сейчас исчезла с просторов Ютуба. Мы об этом говорили в стриме. По ее рекомендации я купила тоже пару... Больше, но... Озвучу пару ароматов, которые для меня стали очень важными. Это, во-первых, Aura Mugler. Это именно Eau de Toilette. Это не Eau de Parfum. Да, вот именно эту она рекомендовала. Мне очень понравилось, как она описывала то, как она познакомилась с этим произведением. И вот именно ее мироощущение вот мне запало в душу и ее восприятие этого аромата. Вот. Она, конечно, очень творческий, тонко чувствующий человек. И вот мне это запало в душу. И вот этот аромат... Вот я воспринимаю ее глазами теперь. Здесь действительно... Это ванильный, по сути, аромат. Но там очень много зелени. И для этого именно аромата были созданы лианы. Какая-то такая несуществующая в природе лиана. Создана для этого аромата. Это очень, конечно, впечатляет. И люблю я этот аромат. Люблю. Он достаточно плотный. Но, я говорю, на моей коже все как-то развеивается. Даже самый плотный аромат. Но даже на моей коже он сидит, он держится и достаточно плотно. Но это лучше, чем Eau de Parfum. Точнее, полегче. И здесь больше воздуха. Здесь как-то можно вздохнуть. Поэтому Eau de Toilette мне, наверное, нравится больше. Еще по рекомендации Лейлы я купила Amoage Interlude. Кто ее смотрел, наверное, вы помните, как она рассказывала про свое детство в Баку. Очень меня пленяют такие истории. Конечно, я его приобрела. И я чуть-чуть его слышу по-другому. Я не слышу здесь горелых листьев. Но, тем не менее, мне очень нравится. И я здесь больше слышу вот такие перегородки грейских орехов. Ну, все богатство нот здесь даже не описать. Но это очень глубокий, многогранный аромат, который открывается вам каждый день с новой стороны. Поэтому вы можете посмотреть во фраграме все ноты, которые там есть. Я думаю, если я начну перечислять, даже если я ошибусь, в какие-то я попаду. Но то, что я слышу, это вот действительно какой-то осенний сплин. Перегородки грецких орехов с горечью. Ну, специи, конечно. Но мне он очень симпатичен, он очень глубокий. И как раз он очень осенний, кстати говоря. Дальше. Мы не можем обойти любимейшего блогера многими. Это Дэми Роллинг. Да, легенда. По ее рекомендации я купила много ароматов. Много ароматов. У нас есть некоторые различия во вкусах. Как со всеми блогерами. Я сразу изучаю все вкусы. И я понимаю, в чем мы сходимся, в чем мы не сходимся. Это можно понять по суждениям и по предпочтениям. Это делается, если вы регулярно смотрите блогеров. Вы уже понимаете, о чем мы говорим. И первое, что я хотела сказать. Я очень не пожалела о своей покупке вслепую. Уд Нюд. Это, наверное, самый мой любимый Герлен из этой коллекции. La Ematier. Это безумно чувственный аромат. Несмотря на то, что здесь говорится, что это Уд. Но это, конечно, не восточный Уд. Это утонченнейший. И здесь нет вишни. Здесь есть миндаль с малиной. Конечно, ваниль и так далее. Но чувствуется, как будто бы за счет миндаля есть вишня. Ну, это наивысший пилотаж. Ну, безумно красивый аромат. Это вот, ну, так скажем, женщина, знающая себе, ну, не то, что ценная, нет. Женщина с достоинством, со вкусом, элегантная. И вот эта темнота, она, конечно, соблазняет. Это соблазнение с достоинством. Вот можно так? Не знаю. Но безумно красивый аромат. Пожалуйста, пробуйте. Это, наверное, да, будет мой самый любимый аромат из коллекции La Ematier от Guerlain. И второй аромат, который я купила по рекомендации Demi Rowling, это было давно, в начале, наверное, 23-го года. Я каталась на лыжах, смотрела ролики, и вот она сказала, что это потрясающий аромат. God of Fire. Stefan Umber Luca. Это был мой самый первый аромат от этого дома. И, как вы понимаете, я влюбилась в этот дом и сама уже начала уже там все скупать, исследовать. Но это был самый первый. В отличие от Demi Rowling, я не поклонница фруктовых ароматов. Она любит фруктовые, ванильные, тропические ароматы. Кое-что из этого я люблю, но не все. То есть я всегда фильтрую, что мне нравится, что не нравится. Я понимаю наклонности или предпочтение определенного блогера, поэтому не все, естественно, я буду покупать по рекомендации, тем более вслепую. Но этот аромат, это, конечно, праздник лета, праздник жизни. Вот такой сочный манго сначала, а потом выходит древесность. И развитие аромата продолжается часов 5-6. И он очень стойкий, шлейфовый, диффузный, очень радостный. И в базе это более древесный, такой амбровый, ну, древесный, древесно-амбровый аромат. Потом манго, конечно, уходит, но остается какая-то сладость. Но это очень красивый аромат с интригой, потому что он развивается, развивается, раскрывается. Летом звучит потрясающе и великолепно поднимает настроение. Это очень красивый аромат. Очень довольна. Так, еще один блогер из-за границы, Климанс. Я ее очень люблю, она француженка, говорит на английском. Мне безумно нравится ее акцент. Мне безумно нравятся ее истории про Британию. Она самородом из Британии. Британия – потрясающий регион. Очень я люблю Британию. И по ее рекомендации я купила, ну, наверное, больше, чем два аромата, но я скажу о двух. Значит, первый аромат Театамес. Я доверяю ее вкусу, у нее хороший вкус, потому что она занималась парфюмерией, именно профессионально. И у нее хороший вкус за счет нахождения себя во Франции. Понимаете, даже геологическое ваше местонахождение имеет значение. И вот она, когда говорила о Театамес, что это такой унисексовый аромат, мне очень это понравилось. И, в принципе, я была с ним знакома, но вот не было у меня флакона. Но я купила флакон и буду продолжать покупать, потому что это очень красивый. Амброво-витиверовый аромат. Красивый, богатый, сухой, теплый, достойный, дорого звучащий. Мне он очень нравится. Сама я его носила зимой. И сейчас, вот осенью, как-то хочется опять горького витивера. Нравится он мне. Еще по ее рекомендации я купила Милле Хэррис Скертсо. Ну и, конечно, я влюбилась в историю этого аромата. Потому что этот аромат был создан по первому абзацу книги «Ночь нежна» Фиджеральда. И это не может не пленить, не пленять. Потому что техническое задание, по сути, это первый абзац этой книги. И это фактически это роза судом. Но здесь роза судом обыграны очень интересно. Здесь есть очень много зеленых нот. Здесь есть какая-то артемизия, мне кажется. Здесь много зеленых нот. Нарцисс, мне кажется, здесь есть. И вот как-то это все очень интересно сплетается. И здесь есть сладкие ноты. Мне нравится диффузность аромата. Мне нравится, как он сидит. Мне нравится, как он тонко сидит. Вот эта тонкая пыльца, как будто золотая. Очень женственный, шлейфовый, стойкий. Безумно красивый аромат с розой. Уд вы можете здесь даже не услышать. То есть здесь есть контрастность. Но это не восточный уд. Это очень красиво, достойно, изящно. Потрясающе. Мне он очень понравился. Еще одна есть блогер. Ее зовут Крис. Я даже с ней переписывалась. И это Profume Nest. Profume Nest называется ее канал. По ее рекомендации купила тоже два аромата. Скорее всего даже три. Но я больше двух не буду говорить. Иначе видео затянется. И вот я очень ей благодарна за знакомство с этим домом EBK Paris. В частности, Alexandrite N. Patchouli. Все остальные я уже сама расследовала, добывала. Изучала. Мне очень понравился этот дом. И так как я любитель Patchouli. И она как раз сказала, что даже если вы не любите Patchouli, вам понравится этот аромат. Меня это, конечно же, не могло не заинтриговать. И здесь Patchouli во всей красе. Здесь еще есть интересная нота хлопка. И здесь... Ну, в основном звезда шоу. Это Patchouli. Темный, окутывающий. Уютный. Здесь есть сладость. Здесь еще есть аромат постельного белья. Цветок хлопка. Мимоза. Гальбану. Корень ириса. Кожа. То есть, вот есть такая мягкость. И в то же время есть горечь Гальбанума, да. И вот и Patchouli, конечно. Это очень красивый аромат. Достойный. Если вы любите Patchouli, конечно же. И также по рекомендации Крис, я купила еще один аромат. Называется Emerald Rain от House of Ciaj. Это потрясающий аромат. Это амбра с множеством специй. И как раз сейчас для него время. Богатейший, женственный, безумно красивый, мягкий, раскрывающийся, очень мягко. Парфюмер здесь Марк Бакстон, как для многих ароматов House of Ciaj. Здесь фруктовые ноты. Кардамон, мускатный орех. Мой любимый кориандр. И базе бензейна сандал. Мягкий, сладковатый, безумно женственный, уютный. Соблазнительный. Все-таки сладость здесь очень благородная. Очень тонкий. И да, красивый. Очень достойный аромат. Очень. Вот этот и Noemma. Освежите меня. Это два моих любимейших аромата от House of Ciaj. Красивые. Очень, очень красивые ароматы. Продолжаем разговор. Давайте опять вернемся к российским блогерам. И Кристина Вовк. У меня есть несколько ароматов, которые я купила по ее рекомендации. И я тоже знаю и уже освоилась с ее вкусом. Поэтому я знаю, что мне точно понравится, что точно нет. Ну и первое, конечно, и не секрет, что она всем рекомендует купить Montal. Соли де капри. То есть, мне кажется, Кристина не очень хороший вкус. И мне кажется, что она специалист по Montal и Тициана Терензи. Они должны ей приплачивать. Это мое сугубо личное мнение. Ну, я как любитель Light Blue от Dolce & Gabbana, конечно, я не могла пройти мимо. Тем более, она сказала, что этот аромат можно покупать в подарок для всех. И я, конечно же, это сразу и купила. Это очень сочные цитрусы со специями. Но вот очень красиво. Действительно красиво. Белые цветы. Красивый аромат. Но действительно напоминает Light Blue. Не могу сказать, что он отличается. Есть, конечно, отличия. Ну, это первый аромат, который я купила по рекомендации. И я ей очень благодарна, как любитель Уда, за вот это чудо. Это Капутмунди от Тициана Терензи. И это, конечно, счастье. Она, конечно, умеет найти драгоценности на полках магазинов. Это безумно красивый Уд, если вам нравится Уд. Надо любить. Здесь вот есть такая жженая нота. Гвояковое дерево. Хотя здесь нет, да, гвоякового дерева. Ну, вот такое ощущение, что оно здесь есть. Здесь несколько типов Уда. И вот как-то это все красиво сплетается и действительно дает вам такое мистическое настроение. Я люблю этот аромат носить вечером. И я очень благодарна, что Кристине, что она его нашла. Потому что с количеством ароматов Тициана Терензи можно его просто не увидеть на полках. Потому что, ну, очень много ароматов. Можно его просто не найти. Так, Hypnotic Fleur. Элла, да. У нее хороший вкус, я хочу сказать. Я не совсем в курсе там новинок люкса. И, собственно, но то, что она говорит о Сергею Тансе, то, что она любит Филиппа Сарченелли, и то, как она говорит о классике французской парфюмерной школы. Это выдает ее познание и большой опыт. Но то, что я купила по ее рекомендации, я, кстати говоря, отписалась. Амуаж Фейт для мужчин. Это тоже очень классный аромат. Он очень глубокий. И по пирамиде я уже даже вам... Это богатство. Конечно, он не секс. Это богатство. Здесь очень много, естественно, бальзамичности, амбровости. Есть древесные ноты. Есть мед, наверное. Ну, или амбра такая тягучая. Но он очень такой расслабляющий, успокаивающий. Он, конечно, осенне-зимний. Поэтому это как раз вот его сейчас можно носить. И могу сказать, что расход большой. Потому что я его обычно ношу вечером. С удовольствием наслаждаюсь таким звучанием. Я очень люблю такие бальзамичные, богатые, многомерные парфюмы. И вот очень я благодарна, что я его купила. Кто еще? Гарбанза. Гарбанза, да? Алиса. Она, кстати, живет недалеко от меня в Техасе, в город Хьюстон. Мы с ней тоже пару раз переписывались по поводу люпинов, мне кажется. И я купила по ее рекомендации. Кстати говоря, по ее рекомендации и по рекомендации Квасина. Вот такая двойная. Двойная рекомендация этого аромата. Классика жанра. Рожа парфюм 51. У них у обоих очень хороший вкус. Они любят классику. Поэтому тут я даже особо не сомневался, даже не брала от Левант. Мне просто хотелось иметь этот флакон. И что хочу сказать. Для меня это летний прекрасный аромат с лангом во главе угла. И дальше все цветы мира, естественно. Наверняка здесь есть сандал. Но он такой солнечный, цветочный, классический, утонченный. Для меня он летний. Я не представляю, как его можно носить зимой. Хочется летящее платье. Красивый аромат. Я, честно говоря, не понимаю со стойкостью. Вот как у вас со стойкостью. У меня не очень. Одурмания. Одурмания я купила по рекомендации Одурмании. Людмила. Спасибо большое. Я купила в Асканян. Пеш-шипре. Потому что очень хотелось мне что-то с персиком. Я не знаю. Хотя я не любитель персика, видите. Но вот захотелось. Какой-то новый интересный бренд с таким армянской фамилией. Меня, кстати, часто путают с армянкой. Поэтому, наверное, это тоже. Куда надо изговорить. Но это очень красивый персик. Очень красивый, сочный, натуралистичный. И здесь мало нот. Здесь буквально персик, мох. Там что-то еще добавлено. Красивый аромат. Красивый. Ношу его мало, честно говоря. Не так много я его ношу. Но вот сейчас, наверное, время шипров. Сейчас и буду его носить. Вообще, у Людмилы очень утонченный вкус. Даже слишком классический, может быть, для меня. Мне хочется чего-то. Ну, как, видимо, не такому опытному парфюмерному маньяку. Мне хочется больше джаза, да. Но у него очень хороший вкус. Очень утонченный. Так, еще есть такая блогер Тонко Бинз. Да. Вот у нее я взяла пару рекомендаций. И, кстати говоря, у нее хороший вкус. Она живет в Германии. Мне интересно смотреть ее блоги. Она постоянно по паркам, по магазинам, по бутикам делится своими впечатлениями о покупках. Мне это тоже симпатично. И вот и по ее рекомендации купила Рубиния от Булгари. И она говорила, как раз, что он у нее ассоциируется с Римом. Вот. Ну, вообще, эти ароматы вот в этих камфорах, да, посвящены Риму. У меня есть еще Веридия. Очень мне нравятся эти камфоры, но очень, видите, непрактично. Они могут упасть, неустойчивые. Но здесь очень много всего. Здесь есть, естественно, шафран, роза, ут. Кожа, мне кажется, да. Он такой богатый, бархатистый, тягучий. Он такой очень красивый аромат. Вот. Мне он тоже нравится. Я его не ассоциирую с Римом, но так же, как вот и Фейдс, и Капутмунди, вот такие ароматы я ношу вечером. Да, вот. Это вот мой вечер. Ну, или зима. У меня, к сожалению, зима идет всего пару месяцев. Второй аромат от Tonka Beans, Synthetic Jungle. Она выпускала передачи, целую, наверное, серию выпусков, посвященных ароматам, которые будут переставать выпускаться. И в том числе она сказала Synthetic Jungle. Вот. И мне очень понравился этот аромат. Захотелось по ее описанию купить. Но это зелень, зелень, зелень. Кто хотел Гальбанум? Кто хотел Гальбанум? Кто-то мне написал. Здесь Гальбанум, базилик, черная смородина, ландыш, гиацинт. То есть такая очень свежая, сочная зелень. Дальше идет Жасмин и Ланг и Ланг. Не слышно особо. Ну и в базе Духовый Мох и Пачули. Это очень зеленый, красивый аромат, как Фредерик Маль умеет делать. Очень я его любила носить весной. Ну и в принципе у меня хорошая сейчас погода. Можно и сейчас его носить. Очень благодарна, что успела его купить до прекращения его выпуска. Поэтому у Тонка Бинз очень хороший вкус. Так, еще один блогер Ангелина Ермолаева. Я думаю, вы о ней знаете. По ее рекомендации я купила Плаш от Мин-Нью-Йорк. Я вообще начала знакомство с этим домом благодаря ей. Она любит новые дома. Она очень много изучает. Ну, как и многие блогеры. Здесь очень красивая композиция. Этот аромат стал для меня утешением во всех моих тяжелых поездках с детьми, когда ты находишься на грани эмоционального срыва. Я думаю, вы меня все понимаете. И это просто таблетка для утешения. Это настолько красиво, мягко, успокаивающе. Здесь цветы. Здесь цветок апельсина, собственно говоря, с жасмином. И с красивой древесной ванилью. Это очень успокаивающий аромат. Здесь еще есть... Вот как-то это все красиво сплетается. Я не знаю, я не могу разложить это на ноты, потому что не все очевидно. Здесь написано гальбану. Я не чувствую особо гальбану. Здесь есть серая амбра, мускусы и ирис. Собственно говоря, и здесь именно ванильный стручок. Очень красивый, благородный, успокаивающий, такой домашний. Он не шлейфовый, но он сидит. Стойкость хорошая. Сидит на вашей коже и говорит как будто все будет хорошо. Все будет хорошо. Такие ароматы нам нужны. Это аромат антидепрессант. Кто меня спрашивал, вот это он. Ну, наверное, это не все. Наверное, будет продолжение этого разговора. Ну, пока вот то, что я хотела обсудить с вами сегодня. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте мне лайк. Я вас очень рада слышать, видеть. Пожалуйста, пишите, присоединяйтесь к Телеграму. Мы там постоянно общаемся. Я там чаще появляюсь, чем здесь. Всех вас люблю. Всего вам самого прекрасного. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok